Были сомнения, их было очень много, но поговорив со специалистами центра, сомнения рассеялись. И в декабре 2006 года моя жена поработала с вами в Риге, и в течение четырех дней она исцелилась. Я помню ее прекрасно, я помню ее состояние, очень тяжелое психофизическое состояние, было какое-то состояние обреченности, что она чуть ли не последние дни какие, которые она как-то... Я чувствовал, как она уходит. Да, это было видно, по ней она очень тяжело это переживала, и надо сказать, что как-то и даже на первых занятиях это еще у нее присутствовало, потому что она где-то ободрилась только на втором, на третьем занятии. Появится такое ощущение, что все-таки эта ситуация будет переломлена. Конечно... Вы живете в каком городе? Мы живем в Дрестене, операция тоже была проведена в Дрестене. Ну, в Германии-то мы уже работали, там есть, в общем-то, определенная информация о нашей работе. Там даже вот директор германского центра онкологического Лотархернаеза выпустил фильм о нашей работе трехчасовой по итогам международной онкологической конференции, где я делал доклад. Так что я думаю, что сейчас это будет в Германии уже достаточно известно о нашей работе. Надо сказать, что это даже действительно чувствуется и по тем звонкам, которые идут к нам, их очень много, потому что звонят, ну, из многих, в общем-то, городов Европы, но Германия там наиболее активная, так сказать, сейчас страна, с которой вот к нам обращается за определенной помощью. А вот как вы, как физик, все-таки расцениваете, что произошло? Ну, есть определенные воспитания у каждого человека, понятно. Есть образование, нас учат в школе одному, потом в институте продолжают, потом развиваем это как-то самостоятельно. И надо сказать, что вообще в мире давлеет материалистическое мировоззрение. А укладывается ли вот это событие, которое произошло именно в материалистическое мировоззрение? Вот как на ваш... Вы знаете, Аркадий Наумович, сейчас физика уже отходит от своих материалистических представлений. Если раньше бытовала ньютонианская модель, то есть мы знаем, что если камень у нас в руке, мы его роняем, он обязательно упадет на землю, именно в эту точку, которую мы предсказали. То сейчас, после открытия теории относительности квантовой механики, уже есть мнение о том, что, и это мнение разделяет большинство ученых, что сам наблюдатель влияет на систему, за которую он наблюдает. То есть вы... Это знаменитая модель, что наблюдатели наблюдаемые не могут быть разделены. Да, конечно. То есть вы, наблюдая модель, изменяете абсолютно все ее физические свойства. То есть при определенном, так сказать, саморазвитии духовного человека, когда он подчиняет все свои устремления, все свои целевые установки определенным, так сказать, ну, задачам, решения определенных задач, наступает, наконец-то, такой момент, когда он может реально, чисто психофизическим воздействием влиять на определенные материалистические факторы в организме или даже во внешней среде. Это даже не важно. Где? Ну, прежде всего, в организме. Там легче на самом деле. Не знаю, насколько легче человек. Настолько фундаментальная, огромная система из миллиардов, триллионов, я не знаю, сколько там чисто. А вы тоже работаете в каком-то специализированном учреждении? Я раньше работал в Мартин-Лютер-Университете в Халле, в МГУ работал на кафедре физики твердого тела. Это, в общем-то, была теоретическая физика в квантовой механике. С квантовой механикой много работал. И, вы знаете, основное в квантовой механике – это ведь электрон. Но электрон, как мы его в школе представляем, это просто частица. На самом деле, это просто некоторая вероятность найти электрон в данной точке. Если мы его фиксируем, то есть мы говорим, что электрон здесь, то он теряет свою скорость. И из соотношения неопределенности, он уже, если он там, у него нет скорости. Мы не можем ничего сказать о скорости. То есть мы, говоря, что скорость, что он здесь, не можем ничего сказать о скорости. Если мы говорим, что скорость электрона такая-то, то он уже, мы не можем сказать, где он. То есть просто смотря на электрон мы меняем его свойства. Вы обсуждали все это с своими коллегами, с друзьями? Наверняка же какое-то обсуждение есть? В принципе, теоретически физика об этом знает, особенно тот, кто работает в квантовой механике. Может быть, за рубежом у нас точно не знают. У нас даже нобелевский богоборец Гинсбург, есть такой академик, точно не знает даже о том, что есть Бог в этом мире. Он говорит о том, что, например, мир произошел от большого взрыва, но не рассматривает, что это такое за взрыв, который не разрушил, а все создал. Да еще в таком огромном, так сказать, при таком, ну можно сказать, даже бесконечном количестве элементов, объектов, взаимосвязей и всего прочего. И где каждая песчинка как будто заранее знала, в какое место ей надо занять, и встала именно в это место. Его это не волнует, его главное, что вот Бога нет и стоит на этом, и все. Ну, я считаю, что ученый не должен отрицать даже самые невероятные возможности. Пусть для некоторых то, что Бога нет, это невероятно, но он не должен это отрицать. Ну, в его мире, видите, вот так. Он не должен все равно это отрицать. А в нашем мире, видите, вот человек был болен раком, соприкоснулся и нет рака. Другой человек, вот мы только что перед этим рассказывали, у него, буквально, два дня назад приехал из Самары, известный ученый, художник Кострецов. И у него выросла почка, которой 57 лет не было. И тоже без всяких операций, без всяких трансплантаций. Просто вот как с вами постояли, поговорили, а у человека почка выросла. Понимаете? Да, это... Как бы два мира. В одном мире это ничего невозможное, и люди стоят на этом незыблемо. А в другом, вот прямо рядышком, здесь же, вот, можно сказать, что в этом дворе два метра отойди, и все это происходит. И тогда задаешься вопросом, а какой же мир нам нужен? Какой же нас больше устроит мир, в котором мы рождаемся, болеем, стареем, умираем? Или тот мир, в котором все можно исправить? Можно даже стоя на краю от смерти, буквально у бездны, в последний момент, вдруг раз, все это происходит, и опять весна, и опять солнце, опять люди улыбаются. И вообще впереди столько всего интересного и хорошего. Вот, живи и радуйся. Так какой же мир нам нужен? Вот, о чем, наверное, людям надо договориться прежде всего. Красивый и радостный, конечно же. Да, я тоже так думаю. У меня есть много документов. Во-первых, это отчеты об операциях, отчеты об операциях на легком, о том, что там никаких метастазов нету, и отчеты об операции на брюшине, о двух операциях, о том, что найдены опухоли. Ранее найдены опухоли. Да. Нет, они о двух прям операциях, и о лапароскопии, что было найдено. Ранее найдена. Да, ранее найдена опухоль. Да, и, конечно. Ранее найдена опухоль. Ее вырезали. Была проведена вторая операция. Были найдены многочисленные метастазы от этой опухоли, потому что вырезали, видимо, не все. Причем они довольно многочисленные и где-то величиной по сантиметру. Это удостоверение об инвалидности, стандартная немецкая, стопроцентная инвалидность. Она выдана... Сейчас уже, наверное, действительно будет. Нет, немцы с трудом снимают такие диагнозы. Несмотря на что. Конечно. Несмотря на то, что снято, но... Последнее обследование было проведено магнитно-резонансной спектроскопией. К сожалению, абдоминальный мезотелиом, мезотелиом брюшина, имеет такое свойство, что это рак эпителиальный. И заметить его крайне тяжело. Нужно либо проводить лапароскопию, либо проводить резекцию брюшины, открывать полностью внутренние органы. И уже смотреть, что там есть. Потому что это эпителиальный рак. Но на предыдущем магнитном резонансе были показаны узлы лимфатические, опухоль на яичнике величиной 4 сантиметра. На этом ее уже нет. Это отчет от 12 января с Аркадием Наумовичем. Было все пройдено в декабре. В конце декабря. 27, по-моему, уже. Где-то так. В конце декабря. Совсем перед Новым годом. И самочувствие сейчас у нее как? Сейчас самочувствие отлично. Иногда возвращается. Но это уже просто от операции. Там было все нарушено. Возвращается чувствительность. Возвращается радость жизни. Ну, я прекрасно помню эту женщину молодую. Она была очень в тяжелом психологическом состоянии. У нее было чувство обреченности. Она практически не улыбалась. Когда мы с ней разговаривали, она внимательно слушала. Но вот такого ощущения какой-то надежды или радости у нее практически не возникало в разговоре. Значит, и это чувство, когда уже возник какой-то контакт и взаимопонимание, оно где-то только на втором, на третьем занятии. Но у нас всего было четыре занятия, когда мы с ней работали. И вот в течение четырех этих занятий все так кардинально изменилось. Тем более, что уже прошло достаточно много времени. Это все-таки событие уже многомесячной давности. Я думаю, что все у нее позитивное будет только укрепляться с каждым днем. А что из себя представляли занятия, которые проводились? Ну, это были специальные занятия по онкологии, где я рассказывал об определенных методиках работы с онкологическими заболеваниями. То есть это не просто только мои воздействия, но это еще и процесс обучения. Потому что сама идеология того дела, которым мы занимаемся, она заключается в том, что человек должен соучаствовать в процессе. То есть он приходит не как в поликлинику, чтобы вылечиться, а он приходит для того, чтобы получить знания, как привести в порядок свой организм, решить свои проблемы. Но в то же время и иметь на будущее знания, как это решать самостоятельно, уже не обращаясь ни к кому. Как вы можете определить качество восприятия знаний вот ей, вот этой женщины? А качество восприятия знаний всегда в результате. Если так быстро и так мощно произошел такой, в общем-то, результат, при диагнозе, который не предполагает, по статистике не предполагает практически никакого позитивного исхода, да и сами врачи отдавали ей только несколько месяцев жизни, значит, сам результат говорит о том, что она очень серьезно отнеслась к этой работе. Но не будем забывать, что она ученый, что она занимается наукой, и как любой человек в науке, она, если чем-то начинает заниматься, то она занимается серьезно. И вот это вот все дало свой, так сказать, результат. Ну и сейчас Лаура возвращается в нормальную настоящую жизнь. К сожалению, то, что у нее есть инвалидность, не дает ей права заниматься химией, в чем она специалист, и ее, к сожалению, еще до конца не выписали. Официальная медицина до конца не выписала, но это уже вопрос нескольких месяцев, и начнет искать работу. Можете пример конкретно привести к назначению конкретного человека, какого тяжелого у меня дома? Так, а что пришлось? Чего вы излечили? В 19-м году, мне было 19 лет, меня бандиты порезали, отъяли почку, операция была. В 26-м лет я без почки проходил. Я обратился к Григорию Петровичу Горбовому 3 февраля 2004 года в беседе. 25 минут. Были общие мои проблемы по творчеству, по разным мотивам. Я в заключении беседы спросил, а как по поводу почки мне быть? Он говорит, почка у вас будет, работайте. Через год приезжайте ко мне на консультацию. Я приехал через год на консультацию. Его клерки, или там как сотрудники, не допустили раз, второй не допустили до него. Был ли он в кабинетах, не было ли, то есть даже не захотели разговаривать, когда он будет. Таким образом я к нему не попал. Потом Григорий Петрович уже изолировали, я не мог попасть. Я знал о фонде Аркадия Новымовича Петрова. Я обратился к ним. Аркадий Новымович мне сказал, что все у меня заложено, все мне Григорий Петрович дал. Но нет, не хватает во мне сил, чтобы работать и создавать мне самому эту почку. Они мне помогли в консультации, своими, так сказать, наставлениями, решениями. В общем, они мне помогли. И почка запустилась, и вот за 6 месяцев выросла почка, восстановилась почка, Григорий Петрович, в полном, так сказать, норме. Нормальная почка 110 на 46. И все зафиксировано документально врачами УЗИ. Сейчас все документы находятся у Аркадия Новымовича Петровича. Вот почти не знаю. А деньги вы платили за эти услуги? За УЗИ? Нет, за услуги организации. Ну, группового, когда обращались. Платил. А вы же чего не платите? Ну, а сколько тоже? Это не имеет ни защения для вас, когда вы устраняете такого негативного. Не больше не на эту цену говорить. Что такое почку восстановить? Сколько стоит, чтобы сделать трансплантацию? Вот скажите, сколько стоит? Ну, а вот как она вот появилась? Это что-то какое-то что-то произошло. Вы ответите, сколько стоит. Ну, конечно, вы поймите это направление, это учение Григория Петровича. Я же не могу вам все это объяснить и рассказать. То есть тут ее не было, и она появилась? Да. Это молитва, это обращение к Богу, это советы Григория Петровича, Аркадия Новича Петрова. И таким образом все на основе информации моей же, моего мысли, на основе наших общих высотований. Светлана хунтажа. Пересчитывая Григория Петровича и всеми, кто мной занимался. Вот произошло. Анатолий Александрович, я сейчас коррекцион. Спасибо большое. Анатолий Александрович, ну я очень рад вас видеть. Мы с вами так уже с 2006 года достаточно регулярно встречаемся. Вот вы сегодня привезли документы. Документы о том, что та почка, которая у вас была 56 лет назад удалена, опять на месте. Здесь вот есть, значит, снимок, который сделан у вас в Самаре в больнице. И он показывает, что, значит, вот отсутствующий орган полностью светлый. Вот он появился, вот она, почка обозначилась. Вот колбаска здесь лежит. И она описана. Есть медицинское освидетельствование, где даны точные ее размеры. И, видимо, наверное, большое... У врачей это было, наверное, большое удивление, да, по поводу... Да, удивление было, да. Писать. Был удивление, да, то, что это не может быть. И странное у меня... Был клиент, я такой странный, не понимая, зачем я пришел, раз почка удалена. Вот первый снимок показал о том, что почки нет. Это промежуточный снимок, почка размером 65 на 26. Это после регенерации через два месяца. А здесь после промежуточного снимка еще прошло пять месяцев. Это было вот 14-го, 2-го снимок седьмого года. Полное восстановление почки 110 на 46. Без патологии. Нормальные размеры. Нормальные размеры, нормальное состояние. То есть почка функционирует, выполняет свои обязанности в организме. И то, чего как бы по определению не могло даже быть, ведь к вам никто не подступал ни со скальпелем, не занимался никакой там пересадкой органов, никакие стволовые клетки там не вводил в организм, а все на месте, органы на месте. К этому учению я пришел через Григория Петровича Гробового. Я был у него на приеме, на индивидуальном. Я был, посещал его лекции, семинары. И с той поры я также стал познавать Аркадия Наумовича Петрова. И вот встретился с этим, так сказать, явлением, которое помогает людям. И вот я пришел к этому результату через познание. Но вот вы профессиональный художник. Вы привыкли к тому, что вы на полотне создаете природу, какие-то вот видите какие-то, может быть, не всем заметные детали жизни. Вам вообще вот это мироощущение художника помогало в этом процессе? Ведь отчасть нашей технологии заключается в том, чтобы надо видеть этот орган, его будущее, что он растет. Видимо, да, это все помогало. Мое воображение, мое представление. И как-то я очень прекрасно поверил во все, так сказать, новые явления, которые сейчас происходят. Это все помогло. Все. И все-таки мы жили в одном мире, да? Вот для вас вот была какая-то грань. Вот был один мир, в котором это было невозможно. И вдруг раз. Грань, это не произошло неожиданно. Я постепенно подходил к этому духовному восприятию или через книги, или через познание, или через Библию, или через новые явления, или через новых, так сказать, духовных людей. И я постепенно к этому подходил. И не было у меня вот такого неожиданного. Я постепенно это все осознано... Значит, все-таки через информацию идет. Через информацию. Но вот вы понимаете, информация-то разная. Вот, например, газета «Комсомольская правда». Она тоже дает информацию. Ну, очень обидно. Очень обидно, что люди это не понимают и преподносят такую информацию, дезинформируют людей. И люди как-то боятся нового, боятся каких-то новых открытий, откровений в Бога. Александр Александрович, а мне-то как обидно. Вот недавно, ну не так давно, вы знаете, ушел из жизни великий человек. Это актер Ульянов. Да. Как раз мы с женой сидели вечером у телевизора, смотрели. Но самое интересное, что где-то месяца за два до этого события к нам выходил один человек на контакт. Он не является родственником, но он, видно, кто-то из близкого круга друзей, который был очень озабочен его состоянием здоровья. И он говорил, вот если бы ему помочь, вы могли бы это сделать. И начался уже такой переговорный процесс, как это сделать, чтобы вот такую помощь ему оказать. И вот в этот момент выходит в комсомольской правде статья вот Варсобина. Люди исчезают, естественно. Вот я смотрел тогда эту передачу, когда сообщили, что он ушел, и говорю жене, я говорю, Тамара, вот если бы он дошел до нас, он бы не ушел, так же, как и Полищук не ушла бы. У Полищук вообще была проблема, связанная с посвоночником, и при наших технологиях она вполне была решаема. Почему уходят великие люди, из-за того, что какие-то вот, значит, журналисты хотят самоутверждаться на лжи, на обмане, на ненависти, не на том, чтобы вот, например, поддержать все доброе, что направлено на помощь человеку, а наоборот, опрокинуть, закидать грязью. Преступления, информационные преступления, это против жизни, против народа, против всего. Мне кажется, наступит такой день, когда родственники этих людей придут к ним и спросят, почему они из-за той лжи, которую они распространяли такими гигантскими тиражами, через телевидение, через газеты, они не смогли спасти своих родственников. Вот наверняка такой день настанет, когда к ним подступятся эти люди. Это уже близко. Это, наверное, уже в этом году начнет происходить. Потому что подтверждений нашей работы очень много. Это же и сотни, и тысячи, так сказать, случаев. Это, можно сказать, уже стало определенным потоком. Не только мы это делаем, это наши ученики делают, это вы делаете. Ведь вы же тоже участвовали в этом процессе. Вы же были не пассивным, так сказать, как бы, ожидающим результата человека. А вы сами участвовали в этом процессе. И по мере своих и сил знаний вы внесли свою, так сказать, лепту в то, что вот почка теперь на месте. И врачи, врачи, которые ее удалили, которые ее отрезали, понимая или не понимая, они вынуждены написать, что она есть. Они же не могут не написать, что ее нет, если они видят, что она есть. Я понимаю, насколько для них это трагедия такая. Трагедии удивлены и непонимание. Просто какое-то вот такое шоковое просто состояние у них. Сами же выдали мне такой документ. Вы оплачивали, да, Григорий Петрович, вот эти вот лекции, да? Да, оплачивали. А вот когда вы ходили к врачам, вам тоже приходилось платить или они все делали бесплатно? Ну как, тоже приходилось платить и по мелким деталям, там, зубы там или что-то там. Тоже приходилось платить. А сколько сейчас зуб-то стоит, если его просто запланировать? В последнее время где-то там до тысячи рублей. Ясно. А вы не узнавали, а сколько стоит, например, почку трансплантировать? Я не узнавал, но я догадываюсь, что это такое. Ну, когда... Я могу сказать, что минимально это стоит 30 тысяч долларов. Это минимально. Да. А я представляю... В более сложных случаях эта цифра на ноль умножается. Около 300 тысяч долларов стоит трансплантация почки. Вы представляете? И вот вы восстановили эту почку. Это ничего не стоит. Вас не резали. Григорий Петрович говорил, это поток информации, это передача информации. Мы же не можем просто вот так вот. Мы должны как-то друг другу отдавать и... Теперь вот я все-таки к физиологии. Вас не резали, вам ничего не делали. Вы при этом учились, вы получали знания. Ведь на самом деле вы приобрели не только... Сейчас продолжаю получать. Вы приобрели еще очень серьезные знания благодаря этому процессу. Да. То есть вы подошли к тому, что вы сами уже можете решать многие проблемы своего организма. Не зависеть от врачей, не зависеть от той индустрии, которая развернута, где мы идем сейчас по улице города и только и видим, да, аптека, больница, поликлиника, кладбище. Опять аптека, больница, поликлиника, кладбище, консультационные центры и так далее. Это же стало в общем-то доминировать в любом городском так сказать строительстве. эти учреждения. А это все уводит людей. Может быть, в этом причина того, их не волнует, что у нас не осталось работоспособного населения, что люди не занимаются духовным саморазвитием. Им важно другое. сколько они продадут там своих, так сказать, фармацевтических средств. Вот на Ярославском шеле я еду сейчас. Такой гигантский комплекс. Вы себе не представляете. Это там больше, чем Ашан, Мэтро и все прочее. Я спрашиваю, что это такое строится? Они говорят, склад фармацевтический. Я говорю, ничего себе запланировали. Это сколько надо людей уже заранее так сказать обречь на то, чтобы продарить дорожку к этому складу, чтобы они там были обречены покупать эту их продукцию, а отдавать им все деньги. Может быть, в этом дело почему так они оболчились и на Григория Петровича, и на всех, кто, так сказать, на этом направлении работает. Я получаю не только просто там, как бы сказать, духовное наслаждение, познание духовного этого мира, но я и получаю результаты, я получаю результаты такие, которые, которым никто не верит. Но я счастлив, я, это же не пустой, не пустой разговор. Ладно, вот действительно они бы по себе решили, что вот они в это не верят. Ну и оставайтесь со своим неверим, да? Но ведь они же других людей вот заставляют. Они решатся. Они запреты выпускают, что вот нет, только к нам и все, и никому более. Они просто как загоны сделали для людей, не понимая, что внутренний мир человека это пока еще та суверенная территория, в которой они не имеют права никакого вторгаться. Каждый человек внутри себя должен лишить. Пойдет он, например, ко врачу или он пойдет к человеку, который может это делать, как, например, Григорий Петрович это делает, как Игорь Витальевич Аепьев это делает, как мы это делаем. Может быть, он сюда предпочтет пойти, а не к ним, не под скальпи ляжем, не под циркулярную пилу, которую хирург в руке держит. И когда вы знаете, когда их это касается, они очень сильно меняются. Вот директор германского онкоцентра Лотар Ферназов вы за это читали, его статья была опубликована в нашей работе, он рассказывал о трагедии хирурга, мать которого была больна в онкологии, приехала к нам, излечилась и вернулась. И он спрашивает, как же я завтра выйду в свою среду и начну опять скальпелем резать, кромсать людей, когда я знаю, что это можно просто невозможно представить. И три дня назад здесь буквально у нас в центре сидел тоже очень известный медик, доктор медицинских наук, которая пришла со своим сыном. Онкология. Тяжелейшая стадия. И она рассказывает, мы уже все попробовали. Облучать пробовали, не помогло. Химии не помогло, ничего не помогло. И вот вы наши последние надежды. Я говорю, очень приятно, что вот мы все-таки пришли, но сначала вы все-таки попытались его облучением убить, попытались его отравить химией. Сейчас вы сидите, у вас слезы на глазах, я вас понимаю, как мать, я вас понимаю, а как врача. Я говорю, я пришел бы, допустим, ну год назад, когда ваш сын еще не был бы болен и стал бы рассказывать об этом. Как бы вы на это реагировали, как бы вы встретили меня? Она говорит, ну, конечно, мы же, в общем-то, обущены совсем другому, и нас учат совсем другому. Вот результат 56 лет я был с одной почечной джаной. Теперь с двумя. Теперь я вам хочу сказать то, что вы не прочитаете ни в одном медицинском справочнике. Парные органы человека связаны с его будущим. Если человек теряет один из парных органов, он теряет свое будущее. Восстановление этой почки означает, что вам восстановлено будущее. Была, однако, у меня она здоровая. Мне это удалили по случаю того, что на меня напали бандиты в моем городе. Мне было 19 лет и пришлось сделать этой же ночью операцию. И вот теперь как бы это великая для меня радость. Я благодарю Бога и благодарю всех вас, кто занимается этим делом, кто несет добро людям через такой духовный пласт знаний, который несет Григорий Петрович Гробовой, ваши учения, ваши книги и всего вашего центра. Я просто благодарен. И вам спасибо за то, что вы были внимательны к тому, что мы говорили, что вы помогали нам в этой работе, потому что работа, еще раз будет совместная. Да. Вот. И я вам тоже благодарен за то внимание. И более того, хочу сказать, что каждый человек, у которого что-то отнормировалось и восстановилось, он восстанавливает определенное жизненное пространство в мире. То есть процесс внутренний восстановления переходит в процесс внешний и что-то нормируется вокруг нас. Этого не знают, конечно, врачи, это не знают, конечно, ворсобины, но это именно так. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok